Приветствую вас, давайте поисследуем, что это вы написали. Во-первых, вы пишете доктор. А среди нас, конечно, есть доктора, но в основном это всё-таки психологи, в основном это психологи, в основном это люди, которые занимаются психотерапией, никак не те, кто занимаются лечением. А психотерапия и лечение, ну, в некоторой степени достаточно разные, разные, потому что, ну, подходы к этим вещам, да, они несколько разные, с разных углов эти подходы совершаются. Вот, поэтому я думаю, что здесь вам желательно определиться всё-таки, так вы хотите, ну, вы хотите лечение для себя всё-таки, или вы хотите психотерапию. Это разные вещи. Ещё раз повторю. Дальше. Ага. Так, я боюсь показывать свои увлечения и занятия близким людям. А чего боитесь? Собственно говоря, чего боитесь? Вот конкретно, конкретно чего, чего вы боитесь? То есть, здесь идёт речь про некое осуждение, здесь идёт речь про некое, про, может быть, некий страх, что, как-то, например, вас неправильно воспримут, или, может быть, есть ещё какие-то моменты, элементы, которые могут сбивать вас с толку. Вот. То есть, о чём конкретно идёт речь. Мне кажется, это очень важный момент для понимания ситуации. У меня хорошая понимающая семья, но всё же есть какой-то барьер во мне по поводу личного. Я многого стесняюсь. Например, начать петь, особенно то, что может выглядеть странно, что-то вслух учить или изучать. Ну, здесь, опять же, идёт стеснение и непринятие. Непринятие, стеснение, обесценивание, возможно, страх оценки. Больше всего меня волнует то, что я вечно опасаюсь быть пойманным на действительно личных делах. Просмотр эротики – свободное аморальное общение с некоторыми людьми. Ну, почему вы считаете, что просмотр эротики – это, во-первых, что-то плохое, а во-вторых, эм… Ну, значит, почему вы считаете, что свободное общение обязательно должно быть аморальным? Потому что получается, что вы сами себя стыдите за просмотр эротики и за аморальное общение. А страх быть пойманным – это, возможно, потребность во внимании. То есть зачастую люди не просто боятся быть пойманными, но и хотят быть пойманными. А я не боюсь, что меня осудят или засмеют пищевые, напротив, хочу и жду реакции от других людей, чтобы в конец быть спокойным. Ну, реакция других людей спокойным вас не оставит, потому что снова и снова вам потребуется какая-то реакция от них. Поэтому, я думаю, что здесь вы несколько заблуждаетесь. Вот, ну а если нет, а чувствуется, что вот-вот увидят и застукают, что я… Ну, а если нет, а чувствуется, что вот-вот увидят и застукают, что любопытное не покидает. Как быть? Я думаю, что для начала надо бы определиться с терминами, потому что что-то любопытное – это немножко не тот термин, который вообще… здесь имеется. То есть объективно, объективно существует, конечно, разница между тем, что принадлежит лично вам, точнее даже не разница, а разграничение существует между тем, что принадлежит лично вам, и может быть только вашим, и тем, что касается других людей. Это некие личные границы, которые отделяют вас от других людей. Мне кажется, что отчасти ваша проблема заключается именно в отсутствии личных границ. То есть отграничение себя от других людей. Плюс потребность во внимании, потому что вы себя не чувствуете важным и значимым. А понимание семьи не воспринимает с вами как что-то такое вот там полезное, нужное, важное для вас и так далее. То есть тут такой момент, такая история может быть. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, такая история может быть. И, соответственно, вот с этими аспектами, в первую очередь, и нужные следы. Дальше не очень понятно, на чего вы хотите. То есть если вы боитесь показывать увлечение и занятие близким людям, то опять же какие-то субъективные есть вещи, которые являются только вашими, личными их показывать не нужно, например, что это касается интима. Если речь идет обобщение, то здесь опять же вы говорите, что свободно, аморально, то есть получается, что вы себя с другими людьми свободно не чувствуете. Это опять же обесценивание, это опять же неуверенность в себе, это опять же некие страхи. Но если вы действительно нуждаетесь во внимании, если вы действительно хотите этого внимания, то получается, что вы, ну, возможно, не цените то, что делаете, возможно, не считаете ценным, не считаете важным то, что вы делаете. И в этом случае, в таком случае, именно это базируется, именно на этом базируется вот ваша потребность в том, чтобы снять ваш страх, чтобы ваш страх быть пойманным. Вот. То есть тут надо пересмотреть, на что вы тратите свою энергию, на что вы, на что вы, как бы, направляете свои ресурсы, и как вы относитесь к тому, что вы делаете. Например, к ротике, как вы говорите, к моральному поведению, как вы говорите, вот к этим всем вещам нужно выработать ваше собственное отношение, независимое от вашей семьи. Вот. Ну и, в целом, наверное, термины несколько другие подобрать, более точные, потому что, что значит, уменьшение занятий, я боюсь показывать своим близким людям. Да? Кто эти близкие люди? Семья, объективно, семья, какие-то вещи понятнее. И сможет объективно вам, не нужно бы бояться, да, здесь имеется смысл, а-а-а, как-то оберегаться своей семье, если значит, что эти люди не поймут. Вот. Дальше, а-а-а, у хорошей, понимающей, у меня есть какой-то барьер во мне по поводу личного, так, а-а-а, а вы считаете, опять же, Иван, что этого, что этого барьера быть не должно, или как? Так, то есть, вот, вопрос с такой, то есть, барьер есть, и он, в принципе, нужен, вот, давайте поизведем этот барьер, что он вам хочет сказать. Дальше, вы пишите, например, начать петь, особенно то, что выглядит странно. То есть, понимаете, вот вы говорите, что сейчас петь, особенно то, что выглядит странно. Вот это оценка. Хотите вы петь? Пойте. Не хотите вы петь? Не пейте. Не пойте. Да? Вот. Но вопрос заключается в том, что вы оцениваете то, что хотите сделать, и не принимаете этого. Дальше, что-то вслух учить и решать. Опять же, оценка. Опять же, оценка. То есть, так в большинстве, что вы это делаете, не ради себя, не потому что вам этого хочется, тогда вам было плевать на реакцию других людей, а именно вам хочется это делать, чтобы получить какую-то обратную реакцию людей. То есть, вы ориентируетесь не на себя, не на свои чувства, а на реакции людей. Пусть все меня волнует, а то, что я вечно опасаюсь быть пойманным на действительно личных делах. Вот это, опять же, газу скаривает такое впечатление, что в вашей семье не принято уважать личные границы друг с другом. Вот. То есть, я не знаю, что вы подразумеваете под хорошей и понимающей семьей. То есть, как бы, опять же, это слишком общее, слишком общее, слишком общее описание, вот, как бы, ну, семьи, да? Слишком общее описание семейных отношений. Нужно что-то более такое, более конкретное. Ну, вот. Я не боюсь, что меня судят или засмеют, напротив, я хочу виду реакции от других людей, чтобы понять быть спокойным. Вот как? Как связано ваше спокойствие и реакция других людей? Если нет, а чувствую, что вот-вот увидите за столько себя делать, что-то любопытно не покидает. Ну, соответственно, это, действительно, вы, на мой взгляд, даете просто желаемое за действительное. То есть, вы хотите, чтобы вас поймали, возможно, вы хотите, чтобы вас как-то оценили, возможно, вы хотите, чтобы вас как-то, ну, дали какую-то обратную связь, потому что вы не уверены в том, что делаете. То есть, я здесь поработал бы именно над тем, зачем, зачем вы делаете вот то, что делаете, для чего, с какой целью, какие ожидания вы возлагаете на то, что делаете. Вот я бы, наверное, в этом направлении поработал бы. На этом все. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.